Итак, присоединяемся к урокам на Телеграме. Телеграм это наша центральная платформа, чтобы вы знали. Обязательно, если вы не присоединились к Телеграм-каналу Вейкро, то присоединитесь. Сделайте это сейчас, потому что это наша центральная. Коэллит 7 глава. Сегодня мы будем изучать Экклезиаст, Коэллит 7 главу. Есть план закончить книгу до Суккота, когда как раз читают Коэллит. Мы с вами будем уже подготовлены, то есть мы будем знать. Мы будем знать тонкости, в глубину будем знать, что там есть интересного. Доброе утро. Итак, значит, продолжаем изучать Коэллит. Я вот думал, как раз в Йом-Типур думал, что мы будем дальше изучать. И мне вот как раз нравятся вот эти вот две идеи. Одна идея это, ну, можно продолжить Мишлей, сделать отдельный урок. То есть мне кажется, что Мишлей нужно изучать каждый день. То есть это книга, которая, если ее прям внедрить в себя, Роман Шанатума. Привет, рад видеть. Значит, если Мишлей, если мышление царя Соломона внедрить себе в голову, да, и думать, как он, то и результаты будут соответствующие во всех сферах жизни. То есть это мудрейший из людей, это самая большая мудрость, которая только есть. Поэтому Мишлей надо изучать. Мы будем продолжать изучать. Сейчас закончим Экклезиаст, Коэллит, и начнем книгу Рамхаря. Был такой Рамушахан Луцата. Он написал книгу Дер-Эхашем. Он был великий каббалист, жил около 300 лет назад. И в этой книге «Путь Бога» он объясняет, как работает вся система. То есть мне кажется, что есть много людей, участников уроков, которые хотят увидеть глобально, как работает мир. Мишлей – это детально, как работает мир. Коэллит – это для чего этот мир работает. А Дер-Эхашем, Путь Бога – это как устройство вот тех вот уровней, которые изучают каббала. И мы пройдем с Божьей помощью. Так у меня план возник. Путь Бога. И потом есть такая книга, удивительная, называется «Краткая книга заповедей». Ее написал Хафицхаем. Он взял из 613 заповедей те, которые актуальны сегодня в наше время. Осталось всего лишь 77 заповедей из-за того, что нет храма. И большая часть заповедей была связана с храмом. Храм – это был как усилитель божественного влияния. И вот мы изучим 77, значит, митсвот-асе, повелевающих заповедей, которые, когда ты делаешь, ты как раз и больше всего зарабатываешь вот этой божественной силы. И изучим 177 заповедей, которые запрещающие лот-асе. Это 177 запретов, которые лучше не пересекают границу, иначе потом идет отдача. Вот такой у меня план с Божьей помощью «Блинедер» на этот год. И в Суккот в Йомтипур нужно было брать на себя какие-то вот хорошие планы, но «Блинедер» без завета, чтобы Всевышний дал ресурсы. И вот я думаю, что такой хороший план Всевышний даст нам всем ресурсы. Если мы хотим все это изучить и применить, то, естественно, Всевышний нам даст прекрасный год. Седьмая глава «Экклезиасты». Ее обязательно надо послушать тем, кто собирается жениться или кто уже женат. И здесь есть очень много про такие вот глубокие очень вещи. Итак, седьмая глава. Седьмая глава. Начинает царь Соломон с того, что «Тов-шем-шем-ми-шем-эн-тов-во-йом-а-мав-эт-ми-ом-и-во-льдо». Значит, он говорит первый отрывок, что лучше имя, чем масло помазания, и лучше день смерти, чем день рождения. Значит, здесь он нам говорит о соотношении генетики и того, что человек сам приобретает. Соотношение права по рождению и того, что человек своим трудом зарабатывает. Значит, хорошее имя сегодняшним языком сейчас самые популярные тренинги называются «Личный бренд». Значит, вот, раньше это называлось простыми словами «Доброе имя», «Хорошее имя». Сейчас все говорят, важно же, что про тебя думают другие. Раньше это называлось пиар, а сейчас это называется «Личный бренд». Действительно, доброе имя, которое человек зарабатывает сам для себя, своими поступками, своими делами. То уважение, которое к нему испытывают люди, ту благодарность, которую к нему испытывают люди. Те связи, которые тоже являются благодарностью людей один к другому. Это очень важно. И почему сравнивается с маслом? Он говорит, что были же в еврейском народе священники. Самая высшая каста – это священники, они были, все они были потомками Аарона, первосвященника. Они служили в храме. Никто не мог стать священником, кроме потомка Аарона. Выбывать из этой касты можно было, если там женился не на том, на ком надо, то есть сразу выбывал. То есть они женились только на девственницах и передавали вот это свое родословие, передавали прямо без… Очень много у них ограничений дополнительных, но только они могли заходить служить в храме. Теперь их помазывали специальным маслом помазания. И царь. Царь в народе Израиля может быть только из рода царя Давида. Значит уже, даже если вас зовут Давид Друбецкий, царем вы быть не можете, если у вас нет доказанного генетического теста, что вы из царя Давида. Значит вас помазать нельзя. Теперь, но доброе имя может получить каждый. Доброе имя может получить каждый. И мудрость Торы может получить каждый. Даже не еврей может изучить мудрость Торы, стать евреем и стать главным мудрецом в народе Израиля. То есть есть то, что человек может приобрести сам. Это мудрость и доброе имя. Есть то, что идет по наследству. И здесь нам идет что? Что большую ценность имеет то, что ты приобрел сам. И поэтому день смерти важнее, чем день рождения. Мы привыкли как думать? И праздновать день рождения, день рождения, день рождения. Что здесь мы празднуем? То, что я когда-то родился, то, что родители решили меня зачать, и то, что я в тот момент, у меня еще даже имени не было, не было меня как такового вообще, вышел на этот свет. Смерть это третье рождение по Торе. И вот этот день самый важный. Сколько ты сумел в этом мире с собой взять? Тора, заповеди, добрые дела. Это то, что ты можешь одеть на свою душу и вытащить из этого мира, как криптовалюта. Кто-то собирает здесь. Собирает, собирает, собирает. Потом приходит война, все забрали. Кто-то собирает криптовалюту. Потом приходят, тоже криптовалюту могут забрать. Заповеди, добрые дела и Тору забрать невозможно. Это навечно с вами. Дальше он говорит, развивает эту мысль, говорит, лучше идти в дом скорби, чем идти в дом миште, в ресторан, где празднуют разные праздники. Потому что дом скорби на кладбище, это конец каждого человека. И когда ты об этом задумываешься, выхай и тен и любо. То есть живой он возьмет это как на сердце, он задумается. Об этом говорил Стив Джокс когда-то. Он говорил так, что смерть лучший советник. Смерть лучший советник, когда ты не знаешь, как поступить, подумай в перспективе, что когда-то придется уходить из этого мира. Неизвестно когда. И это лучший советник. Это он украл, не украл, взял у царя Соломона. Все мудрые люди, которые делают что-то мудрое, они не изобрели свою мудрость. Это как Эйнштейн не изобрел теорию относительности. Он ее открыл, она была до него. Это точно так же, как Ньютон не открыл закон смирного, он открыл закон смирного отяготения, но не изобрел. Любой мудрый человек, даже если ему кажется, что это мудрость, он ее сам придумал, он ее сам не придумал. Он ее где-то слышал, и его, вот я вам даю гарантию, скажите мне любую мудрость, я вам покажу в Торе, где она написана до этой мудрости. То есть Тора это основа всей мудрости. Дальше третий отрывок, он удивительный. Он удивительный. Говорится так. Тоф Каас Мисхок. Лучше гнев, чем радость. У меня, кстати, сегодня к вам просьба. Записывайте, какой отрывок вам больше всего понравится, потом напишите, какой отрывок вы считаете самым важным. И я на этот отрывок запишу минутный такой рилс и поставлю его в наш канал в Инстаграм, чтобы был такой красивый рилс на какой-то один отрывок. Вот может быть вот этот. Лучше гнев, чем смех, потому что злое лицо, оно удобряет сердце. Здесь комментаторы дают несколько объяснений. Первое, это говорится не про людей, потому что про людей сказано, что гнев это запрещено. До этого царь Самон говорил, удали гнев из своего сердца, и у тебя уйдет все зло из твоего тела, то есть все болезни уйдут. Гневающийся, он подобен и дал поклоннику. То есть непонятно было бы после этого, чтобы лучше гнев, чем смех. Но если мы этот отрывок направим на Всевышнего, и что лучше? Бывает, что Всевышний человеку дает, 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 потом нет человека. Бывает, Всевышний человек бьет, 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 потом оп, и этот человек, он стал человеком таким, что ого-го. Что лучше? Есть, как бы, жизненный опыт, который говорит, что, нет, гнев написано, именно гнев, что, например, дети в семьях, где родители их балуют, они потом становятся или наркоманами, или, ну, то есть они становятся очень слабыми, и очень это портит их характер. То есть, получается, что иногда вот этот вот гнев, но какой гнев? Внешний гнев, внешнее проявление гнева, оно лучше, чем схог. Всевышний же тоже, когда гневается, он любит человека. Он ему хочет показать, где он ошибается, дает ему какие-то наводящие такие вот, наводящие ситуации. Теперь второе объяснение Беруапаним и Тавлев, что, когда человек выражает свой гнев, это лучше, чем держать гнев в сердце. Тут уже, если он возник, возникает вопрос, что делать? Вот возник гнев. Есть, в Японии дают там бить какие-то статуи, каких-то там людей, которых как бы выражать гнев. Есть, которые говорят, что вот надо выразить свой гнев, надо сказать. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Понятно, что когда ты выразил, тебе легче. Но насколько тебе легче, это вопрос. Потому что есть известная история, когда один человек сидит, плачет и говорит, зачем я их позвал. Второй спрашивает, а что случилось? Он говорит, ну шел, пристали хулиганы, побили, забрали у меня бумажник. И уже уходили, говорит, вот они уходили. Я смотрю, на земле лежит лом. Лом металлический. Я им кричу, эй, козлы, а ну идите сюда, сейчас я вам сделаю. Выразил гнев свой. Они возвращаются. Я залом этот, а он к земле примерз. Зачем я их позвал, говорит он. И плачет дальше. Иногда выраженный гнев, он же вызовет у другого, это тоже не радость. То есть надо же понимать, что ты выразил свой гнев. А второй-то он этот гнев, он же не будет сидеть и говорить, да ты молодец какой, ты выразил свой гнев. Поэтому тут все неоднозначно. Мне лично ближе, что Всевышний когда гневается, он тоже нас любит. И он этим выражает какие-то уроки, которые лучше, чем если бы он их не выражал. И когда он выразил этот урок, уже значит доброе сердце у Всевышнего и все будет дальше хорошо. Теперь четвертый отрывок. Сердце мудрецов в доме скорби, а сердце дураков в доме радости. То же самое. Где находится твое сердце, если даже ты находишься в доме радости. Есть в Талмуде история, когда сидели мудрецы, слишком радовались, попросили одного песню спеть. А он говорит, ой нам, ой нам, скоро, что мы все умрем. Они говорят, чего ты вообще, мы тут радуемся, все. Он говорит, когда радуешься, радоваться надо, но сердце должно быть в доме скорби. Почему? Потому что смерть лучший советник. Жизнь, она для вот этого момента. То есть это главный подход иудаизма, отличающий его от всех остальных систем и течений. В Торе жизнь хорошая здесь, жизнь хорошая здесь, это просто приятный бонус. Но главное в жизни человека по Торе, это пройти жизненный путь для третьего рождения. Набрать здесь, в этом мире, набрать себе для своей души, набрать бонусов для того, чтобы дальше жить вечно. Это отличает иудаизм от, например, буддизма, где целью является достижение удовольствия в этом мире, счастья. В иудаизме нет, это бонус. Если ты правильно живешь по Торе, тебе и здесь будет хорошо и там. Поэтому мудрец должен всегда помнить о том, как он будет выходить из этого мира. Дальше, пятый отрывок. Лучше лишь Моа Гарат Хахам. Лучше слушать увещевание мудреца, чем человека, который слушает, быть человеком, который слушает песни дураков. Значит, тут как раз я писал комментарий на эту главу. Вот я закончил уже седьмую главу. Вспомнил. Помните, была такая певица Натали. Она пела, о боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына. И вот как раз у меня сопоставились пазлы. Всевышний так показал, что муж ее Натали, который, о боже, какой мужчина, он закончил жизнь самоубийством. В 53 года от депрессии. То есть, вопрос, чем ты занимаешь свой мозг. Тора не такая веселая. Вот мы сейчас учим, ничего веселого здесь нет. Лучше слушать увещевание Хахама, мудреца. Сайф Самон нас увещевает. Он нам дает такое назидание. Говорит, любовь, бандар, послушай назидание. А или можно переключиться и послушать камень и клаб. Говорит нам, царь Самон, лучше слушать увещевание мудреца, чем быть дураком, который, чем быть человеком, не написано дураком, который слушает песни дураков. Дальше. Он говорит, что притеснение лишает человека мудрости, мудреца лишает мудрости и теряет сердце человека. Мудреца матана – это подарок. Дар губит сердце человека. Что это значит? Вот, смотрите, сидит умный человек, да, например. Там, например, Малка Алишев. Умный человек, допустим, да, раз на уроте, значит, умный человек. И вот тут ее начинает кто-то притеснять. Кто-то на нее начинает кричать, вот такой вот гнев выражает, да. Она может сразу же потерять весь свой ум. То есть у человека включается, переключается внутри его мышление с уровня божественной души, рациональное мышление, неокортекс, на рептильный мозг выживания. И тут, значит, она как Малка возьмет лом. И, значит, того, кто выражает свой гнев, этим ломом припечатает. Ее спрашивают, Малка, ты же на уроте Торы ходишь, как же ты могла? А она говорит, вот написано седьмой отрывок. Притеснение, оно лишает мудреца мудрости. Все, меня притеснили, я в этот момент уже забыла, что я Малка. Вы, аж как быть вы об этот лев Матана? И как быть с тем, что теряет сердце того же мудреца подарок? Подарок дар. Значит, смотрите, вот подходит, например, парень к девушке. Говорит, девушка, давайте познакомимся. Она говорит, нет. Она понимает, что ей не надо с ним знакомиться. Он ей говорит, девушка, вот букет роз, 50 роз. Она говорит, нет. Он ей говорит, девушка, вот ключи от новой машины. Она говорит, да. Все. Потом, значит, он ее избивает и убивает. Да, ее предупреждали, что он же до этого двух убил уже. Но человек теряет, теряет, значит, разум, когда есть у него или притеснение, он опускается на рептильный мозг, или когда есть взятка, он опускается на мозг млекопитающего, на мозг животного. Да. Поэтому самые популярные передачи – это Comedy Club, где высмеивают одного, другого и так далее. То есть люди хотят свой мозг отдать куда-то, лишь бы выключиться, чтобы не чувствовать пустоту своей жизни и страх. Поэтому вот эти все Comedy и так далее – это как треск колючек под кастрюлей. Раньше так топили. Когда колючками топили, оно сильно трещало, и был громкий звук. И вот этот вот, ну, громкий звук, когда выходят, они Comedy Club, такие все выходят. Вот если бы надо так было сделать перед уроками Торы, да, заставку, если бы кто-то сделал, чтобы так, и потом урок Торы. Это было бы правильно. А так, зачем нужна заставка перед глупостью? Значит, восьмой отрывок очень важный. Лучше ахарид давар, мир и шито. Лучше конец какой-то вещи или процесса, чем его начало. То в эрах руах, мигвар руах. Лучше долготерпеливый, чем высокомерный. Значит, для того, чтобы начать процесс, любой процесс, нужно быть чуть-чуть высокомерным. Что значит высокомерным? Нужно себя оценивать высоко. Это то, что называется уверенность в себе. Значит, все, я смогу. Я смогу, у меня получится. Человек высокомерный. Начал он один процесс, начал другой процесс, начал третий процесс. Он такой инициативный. Говорит царь Самон, лучше окончать. Ты покажи, что ты закончил. Какой процесс ты закончил. И да, чтобы начать процесс, нужно креативное мышление. Нужна уверенность в себе. Но, говорит, лучше тот, который терпеливый, чем тот, кто высокомерный. Лучше, это как раз очень полезный для жизни отрывок, восьмой. Может, на него рилс надо снять. Лучше последствия до окончания вещи, чем его начало. И лучше терпеливый, чем высокомерный. Девятый отрывок. Значит, мы сегодня не успеем. Это самая длинная глава. В ней 29 отрывков. Не успеем пройти. Значит, не будем спешить отдать. Я конец хочу прочитать тоже. Девятый отрывок. Альтиваэль берухаха лекоз. Девятый отрывок. Не спеши своим духом гневаться. Тикаас бэхэйк кселим януах. Потому что гнев за пазухой у дураков отдыхает. Значит, как работает гнев? Гнев это неприятие реальности. Гнев это неприятие чего-то. Но вначале до гнева есть стадия неприятия, которая первая стадия неприятия и скука. Сидит человек такой. Как мне уже все это надоело. Все, это первое неприятие реальности. Скука. Это уже гнев за пазухой. То есть, если ты не благодарен тому, что есть, если тебе неинтересно жить, это просто проблема восприятия. Вторая стадия. Раздражение. Блин, ну как меня уже все достало. Как? Как меня все достало. Прям ваа, не могу. Это уже раздражение. Это то, что за пазухой у дураков сидит. Третья. Значит, третья стадия это уже выраженный гнев. Выраженный гнев мы знаем, он начинает выражать его. Говорит царь Саамон, не спеши своим намерением гневаться. Гнев за пазухой у дураков лежит. Значит, я вам могу посоветовать. Посчитайте все события, где вы выражали свой гнев. И просто проанализируйте, надо было выражать свой гнев или не надо. Я думаю, что по большинству случаев окажется, что человек, который выражает свой гнев, он жалеет потом об этом. И не надо. Ну, хотя вы можете проверить. Царь Саамон говорит, не спеши. Он использует такое слово. Не спеши. И он нам говорит, что гнев за пазухой у дураков лежит. Значит, дальше он говорит, 10 отрывок относится к 9. Не говори, что эх, какие были дни первые раньше. Они были лучше, чем вот эти. Что это не умно так говорить. Он говорит, не говори, что было лучше, чем сейчас. Не умно так говорить. Почему? Человек себя загоняет в негатив. То есть, все в этой жизни познается в сравнении. Я когда-то на тренингах выносил три ведра. Одно с горячей водой, одно с холодной и посередине с комнатной температурой. И показывал такую демонстрацию, какая вода. Человек засовывал руки, одну в горячую, другую в холодную. И потом засовывал обе руки в ведро с комнатной температурой. И его рука, которая пришла из горячей, чувствовала воду как холодная. Которая пришла из холодной, чувствовала воду как горячую. Все, какая вода. Смотря с чем сравнивать. И когда человек, вот это, наверное, и отсюда взял. Потому что я уже тогда учил Куэллет. Когда человек говорит, было лучше. А зачем тебе это говорить? Какая тебе в этом разница, было лучше? Было как было, было по-другому. Чего ты говоришь, что было лучше? Чтоб себе испортить сегодня? Лучше вспомни тогда, как было хуже. Тогда тебе будет хотя бы сегодня приятнее. Да, было хуже. Все. А зачем тебе вспоминать, было лучше? Это неумно, говорит царь Сарамон. И можно себе отметить, что неумно так вспоминать. Значит, тава хохма. Тут каждый отрывок в седьмой главе прямо на визу это. Лучше мудрость с наследством. И лучше это для видящих солнца. Хороша хохма с наследством. И лучше для видящих солнца. Здесь я не помню объяснение. Не буду тогда вводить в вас заблуждение. Не помню. Двенадцатый отрывок. Кибецель хохма. В тени хохмы, в тени божественной мудрости. Бецеля кесов. Это как в тени денег. Вейтрон. Да, это хохма. Но есть преимущество познания мудрости. Она дает жизнь тому, кто ее познал. Значит, в принципе, весь мир гоняется за деньгами. Почему? Потому что деньги это универсальное средство обмена на все остальные потребности человека в этом мире. То есть, деньгами человек покупает себе еду. Деньгами покупает себе, значит, где жить. Деньгами человек покупает себе место в обществе. За все надо платить. Теперь говорит царь Соломон, что все то же самое. Можно получить через мудрость. То есть, если у тебя мудрость есть, то ты получаешь все те же преимущества, что от денег. Мудрость имеется в виду божественную мудрость, которую мы изучаем. Но есть преимущество в мудрости. Какое? Она оживляет еще хозяина. Дает жизнь в этом мире и дает жизнь в мире грядущем. Это можно знать только из Торы, как перейти, как третий раз родиться. Все остальные системы они не дают. За деньги ты не можешь. Как есть известная история, когда один умер и суд его души. Ему говорят, вы знаете, у вас не хватает подъемной силы, чтобы перейти в вечную жизнь. Не хватает. Он говорит, как не хватает? Я же дзнаку давал. Я дзнаку вот нес, вообще давал дзнаку все. А что, не хватает? Ему говорят, вы знаете, не хватает. Но чтобы было честно, мы деньги вам вернем. То есть, чтобы, но все равно он не получил. То есть, кроме денег на дзнаку, это самое важное. Это очень важное. Но нужно еще одевать фили, нужно делать, учить Тору. Нужно каждый день думать о том, что Всевышний от меня хочет. И просто с ним вступить в личный диалог. И сказать ему намерение. Вот это самое главное. Я хочу быть с тобой. Хочу делать то, что ты хочешь. Хочу быть прямым для тебя. Только ты мне скажи лично, что делать. Дай мне силу это сделать. Дай мне желание это сделать. Дай мне возможности. Но я очень хочу. Хотя бы проявить желание. Дальше Всевышний всем поможет. И последние тогда отрывки. Я сразу перехожу в 27-м. 26-й. 28-й отрывок и 29-й. 29-й отрывок. Ашер от Бекшана в Ши в Элома Цати. Он говорит. Еще была у меня одна просьба. Душа моя искала всю жизнь. И не нашел я. Что он не нашел? Адам и Хадмиэль в Ма Цати. Человека одного из тысячи нашел я. Ваиша беколь элэлэл Ма Цати. Женщину ни одной из всех не нашел я. Значит, тут он нам говорит, что полагаться на людей. Его папа его учил. Не полагайтесь на благодетели. На человека нет в нем спасения. В этот день потеряются все, кто на него полагались. Это учил царь Давид в Тейлин, в Псалмах. Учил нас, учил своего сына. Царь Салмон, он дальше пошел. И он говорит. Вы знаете, я исследовал всю жизнь людей. Мужчину одного из тысячи нашел я. Это перекликается с тем, что написано, тысяча начинают учить Тору. Из них сто переходят на устную Тору. Из них десять переходят на кабалу. И один только постигает всю мудрость. Может быть, здесь перекликается. Мужчину одного из тысячи нашел я. Который действительно вышел на какой-то уровень совершенства. Женщину ни одной из всех не нашел я. У него было семьсот жен, триста наложниц. Но как-то он в них разочаровался. Леват Резе Мацати. Он говорит. Но кроме этого, еще одну вещь я нашел. Ашер Аса и Лаим, это Адам Яшар. Что Бог сделал человека прямым. Вээма бекшухи жбанот рабим. Но когда они объединились, когда появилась первая женщина, то она же как раз и мужчину Адама, она его как раз втянула в это дерево. Поесть от познания добра и зла. Пойти против Всевышнего. И Раша это прямо так и говорит. Это об этом случае как раз он и говорил. Что мужчина, человек, он прямой. Но когда появляются, они объединяются вместе, то наступает очень сложный период, который нужно быть к нему готовым. Все, дорогие друзья. Удачи всем и успехов, чтобы мы поучились. Отметьте, пожалуйста, какой отрывок вам больше всего кажется самым важным в седьмой главе. Я сейчас сниму, сегодня сниму блинэдер без обеда. Сниму на него красивый такой рилс. И, значит, поставлю в нашу ваикра, поставлю в инстаграм. За эти зоны. Спасибо всем. Спасибо за пожелание здоровья. Я вам тоже благословляющий будет благословлен. Чтобы все ваши благословения Всевышний дал вам в тысячи раз. Чтобы вы благословляли и были благословляемы. Чтобы было у всех заслуга, что мы учим Тору. Значит, чтобы были у нас у всех знания, которые дадут как в тени знаний, как в тени денег. То есть они дадут то же самое, что деньги. Но есть и трон, или хохма. Есть преимущество у мудрости. Она оживляет тех, кто ее владеет. Чтобы мы и получали то, что дают деньги, и чтобы мы еще получали больше этого. Все. Удачи, успехов. До завтра.